Всем доброе утро, всем привет! Так, у меня работа кипит. Отправила я Гошу в школу сегодня, хотя у нас морозичье сегодня с утра. Сейчас пойдем посмотрим с вами на градусники. Давайте сразу, потом расскажу, чем занимаюсь. Так, Саша увез ее и Гошу. Ваня только недавно ушел на автобус, потому что Ване чуть позже надо было. А, Гошу мы увезли. Гляньте, прям маленько, даже окно потеет. Так, ну и что тут у нас? Так, сейчас, девчонки, подождите. Может, вот так вот, наверное, будет лучше видать. Так, сколько у нас там, 27 или 6 градусов. Вот, так что вот такой мороз у нас. Кошмар. Многие дети остались и дома. Ну, мы, знаете, так предполагали, если машина не заведется, то... Так, у меня еще тиван не заправленный. То тогда уже... Ну, оставим дома Гошу. Ну, машина завелась. И Саша его увез. А Ваня сегодня его привезет, потому что у Вани там 4 окна. И он собрался домой. Я говорю, ну, захватишь, тогда Гошу. Вот и все. А я тут буду пока делами заниматься. В общем-то, я уже поставила тесто на хлеб. У меня тут бульон кипит. Буду сейчас супчик варить. Не знаю, наверное, может быть, с лапшичкой сварю. Так, сейчас включу свет. И что еще? И поставила овощи. Тоже сейчас уже скоро закипят. Буду делать салат под шубой. У меня селедка есть целая, соленая. Так, картошку достала. Здесь Саша на работу потом приготовлю. Грибы, лисички у меня тут. Кусочек сала. Вот. В общем-то, дел хватает. Ой, я, наверное, вам не показывала. Я, в общем-то, в фикс-прайсе купила вот такую вот штучку. Это как для фруктов. Такая вот. Увидела и обзор из фикс-прайса. И мне очень захотелось. Она такая не совсем большая. Ну, чтобы вы понимали. Ну, вот такая вот она. Вот. И, в общем-то, я захотела. По-моему, 199 рублей она стоит. Я взяла. И тут достала кусочек сала. Она у меня соленая. Хочу его прям поджарить с яйцами. Мы вчера так делали. Нам очень понравилось. Вот. Так что, в общем-то, занимаемся домашними делами. И что еще? Всем желаю приятного просмотра, хорошего дня и отличного настроения. И да, забыла вам сказать. У нас немножко тут небольшие перемены. На кухне мы убрали вот эту полку, которая здесь была. Заменили немножечко фартук. Ну, это у нас оставались все панели с ванной. И еще вот сюда сегодня Саша докупит. Я доклею. Ну, а здесь будет уже так, как есть. Ну, это вот такой вариант. Ну, то есть освежили маленько. Убрали эту полку, которая уже тут давно, сто лет не нужна. Вот. Ну, как-то так вот получилось. В целом, знаете, прям нормально. Неплохо. Вот так. Ну, а здесь я уже начала приготовление. Точнее, подготовку овощей к супчику. Почищу картошку. У меня замороженная морковка есть. Лук почищу, порежу. Ну, и, собственно говоря, такой ледненький супчик у нас сегодня будет. Плюс салат. В целом нормально. Сегодня прям супчик тоже надо есть. Не обязательно прям, знаете, вторые блюда. А супчик это, ну, жидкое, в общем-то, нужно употреблять часто. ПОДПИШИСЬ! 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 Так, ну, а здесь пока убрала я суп, ну, бульон, точнее, суп. И добавлю яйца, и будет у нас такой вот завтрак, точнее у Маши я не хочу, потому что у меня прям сегодня такая опять сжога, чувствуется страшнота, и я прям вообще все, даже на виду смотреть не хочу. Маши яйца, 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 яйца. Маши яйца, 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 яйца. Маши яйца, яйца, яйца. Яйца вперед достала, потому что все вместе отваривала, ну а яйца, они быстрее варятся, конечно же. Так, здесь обжарила сало. Это Саша на работу делаю. И здесь у меня грибы. Грибы, прям вот сало у меня вытопилось. Я прям вот здесь прям и буду обжаривать. И сейчас добавлю еще... У меня лучок порезала. Вот, пола кольцами порезала. Еще. И пускай готовится. В общем-то, грибы уже отварены. Ну, в общем, все, пока. Ну, все, еду я приготовила. Все у меня готово. А это самое главное, когда есть, покушать. И сейчас я быстренько нанесу пималюкс. И все. Печка быстренько вся отмывается. То есть, ну, за печкой я тоже ежедневно ухаживаю. То есть, ну, труда тут как бы большого не надо. Немножечко губочкой все пообтереть. И печка чистенькая. И все. Для меня печку почистить это, ну, в первую очередь, да, потому что, когда грязная плита, это выглядит, по мне, так очень ужасно. Вот. Ну, и здесь, конечно же, куда же без стирки. Стирка, она каждый день практически происходит. Так что, одно мы вешаем, другое мы запускаем в стирку. Ну, в общем-то, круговорот событий называется в природе. Так и у нас. Продолжение следует... Ну, и здесь я уже буду делать утреннюю такую уборочку. Ежедневную, так скажем, заправлю кровать и поправлю, заправлю все. Ну, и сегодня хочу здесь быстренько протереть пыль. Ну, а так в целом, знаете, я убиралась на выходные, но не стала снимать. Мне показалось, что одно и то же, наверное, уже приелось, да. Ну, не знаю, пишите, как вам вообще. Потому что многие иногда раздражаются, да, когда вот прям вот уборка, уборка и уборка. Людям кажется, но на самом деле оно не так. Уборка производится, я уже говорила. Раз в неделю у меня такая вот глобальная, да, это смена постельного белья. Это хорошо везде помыть полы, пропылесосить. Ну, и, как вы уже все знаете, я, ну, если убираюсь, то прохожусь по коврикам, да. Я, допустим, развожу какой-то, какой-то средство, да, любое. И немножечко, так скажем, освежаю коврики. Ну, то есть убираться, значит убираться. Если не убираться, значит это просто у нас такая идет легкая ежедневная уборка, не более того. Ну, и для того, чтобы протереть пыль, я абсолютно ничего не развожу. А просто тряпочку смачиваю под краном и все. Ну, то есть это в обычной ежедневной жизни, да. Я уже не раз говорила, что пыль я протираю очень часто, да. Ну, либо каждый день, либо через день. Но это не несет за собой никаких химических средств, как многие думают, да. А просто я смачиваю тряпочку и все, быстренько протерла. И в целом, знаете, я по мебели сильно и химическими средствами не тру. Так что многие очень, ну, так скажем, заблуждаются, да. И пишут, сами не зная, что. Ну, а здесь девчонки Ваня уже привез Кошу со школы. Я их возле Валбереса встретила. Когда я подошла, нам нужно было забрать шапку у Вани. Ну, я шарф и шапку ему заказывала. И мне пришел набор пилочки для ногтей. Ну, я вам потом чуть позже покажу, когда... Так, ну что, мы уже пришли. Замерзли мороз на улице вообще, да? Да. Гоша даже заикала. Гоша забыл кофту одеть в школе теплую. Ну, в одной рубашке сегодня... Ой, ну вообще. Я им супчик налила Ване и Гоши. Тут чай налила. В общем-то, ладно, будем мы кушать. И потом покажем, что с Валбереса забрали. Так, ну давайте покажу набор, который Ване забрали мы с Валбереса. Вот такая шапка. Так, здесь небольшой флис. И снуд. Вот. В общем, за такой набор мы отдали 681 рубль. Вот. В целом, в принципе, ну ему понравилось. Так что сейчас оденет в школу. Сейчас они опять в школу. Маша во вторую смену, а Ване надо на две литературы еще съездить. Там у него окна были в промежутке. Вот он привез Гошу домой. Ну, соответственно, покушал, отдохнул. И сейчас поедет снова в школу. Вот. И сейчас покажу еще, какой набор пилок я себе заказала. Ну и вот такой набор я пилочки заказала. Шло в комплекте 4 пилочки. Так. Вот такие. Дальше масло для кутикулы. Все в наборе шло. Потом баффик такой маленький. Масочка. Ну, положили тоже, наверное, как в подарок. Две палочки. И что еще? Ну и все. В целом. Ну и за вот этот весь набор я дала 160 рублей. Вот так. Так что, по мне, так это очень, ну, такая выгодная покупка. Сейчас, может быть, подороже чуть-чуть стала. Не знаю. Не смотрела. Вот. Ну, вот и пришло очень-очень быстро. Наверное, дня за 3-4 дня где-то. Ну, прям нормально в целом. Ну, и здесь уже детей я проводила в школу. И по-быстренькому сейчас приберу со стола. Вот. Помою посуду. Потом буду заниматься приготовлением салата. Ну, и потом я уже вечером пойду в поликлинику. Мне нужно будет сходить. Потому что нужно будет переписать там рецепт. Ну, на медикамент машин неправильно маленько выписали. Здесь показываю, забрызгала я зелитом перед тем, как ехать. Точнее, идти за мальчишками. Ну, и что-то, знаете, он как-то плохо сработал. Не знаю почему. Раньше как-то зелитом набрызгаешь. И весь нагар этот раз прям под водой. И, ну, как бы просто смывает. Сейчас я не знаю почему. Либо качество сковороды у меня такое. Либо азелит как-то себя проявляет не с лучшей стороны. Может быть, как-то стали, ну, менее, да, такое агрессивное средство. Не знаю в целом. Вот. Ладно, здесь быстренько мою посуду. И будем делать вместе с вами салат. Ну, что, здесь мы приступаем к приготовлению салата. Самое, что для меня здесь не очень мое любимое, это разделывать селедку. Ну, я с этим справилась. Все вроде бы отделила от костей. Все нормально. Рыбка такая жирненькая. Прям хорошая селедка. Мы покупали в светофоре. Ну, вот солили. Одна у нас осталась. Ну, мы ее, знаете, так скажем, преднамеренно оставляли для того, чтобы сделать салат. Но у меня не было морковки дома. Мы ее все забывали купить. Вот. Морковка есть. Там в гараже еще немножко морковки есть. Но это крайне сейчас неудобно, так как Саша у меня работает. Можно сказать, утра до поздней ночи. И порой и субботы. Да не порой, а практически каждый раз по субботам работает. И одно воскресенье. В целом, в принципе, в гараж можно съездить. Но здесь вот морозы. Ну, вот. Сами понимаете. Ну, а здесь буквально пошла. Три морковки купила. Килограмм моркови стоит немытой. 14 рублей. Ну, ты представьте. Стоит ли заморачиваться, да. Садить ее. Потом вот так вот ездить в гараж. Кстати, у нас не особо, так сказать, близко откапывать снег. Потому что у нас гараж заносит. И, в общем-то, лезть в этот погреб. Морозиться. Зачем? Почему? Почему я не понимаю. Вот. Ну, да ладно. Так, девочки. У нас небольшие закупки. Была я сейчас в магазине в пятерочке. Купила яйца по 65,90. Красная цена. Но яйца очень такие крупные. Прям очень хорошие яйца. Можно было и больше. Но унести тяжело. В общем, взяла два десятка. Так. Яблоки по 111 рублей. И лук. Он по 26. Давайте я вам чек покажу. Если будет видно все. По-моему, так цены назвала. Вот. В общем-то, такие у нас были покупки. Ну, а я ходила, собственно говоря, в поликлинику. Вносила Машину карточку. Вот. Ну, там запрашивают, в общем-то, ее. В Кемерово. Ну, раз в год. Вот. И нужно было, ну, там рецепты переделать кое-какие. Вот. Мороз. Девчонки вообще с ума сойти. Еще и с ветром. Ну, я, конечно, тепло одета. Я, знаете, как этот. Как шлюк. В общем-то, 10 штанов и, ну, вот так, знаете, и кофта, и шарф, и капюшон. В общем, вся укутанная. В принципе, я не замерзла. Ну, единственное так, лицо немножко. Вот. А так. Вообще завернул мороз. Я, наверное, завтра Гошу все-таки в школу, наверное, не буду отпускать. Потому что, ну, это просто ужас, конечно. И при всем при том, морозы вот такие сохранятся до конца недели. Вот. Ну, я сейчас не знаю, сколько градусов. Сейчас с вами сходим, посмотрим на градусники. Ну, сам факт тот, что плюс к этому еще и ветер такой прям сквозной. Представляете, мороз, да еще и ветер. Вот так. Ну, я не знаю, градусов 26-27 точно, наверное, есть. Это 100%. Вот. Так что вот так. У меня тут обоилочки горят. Вот. В общем, прогулялась дома. А слава богу, хотя бы у нас тепло. Прям вообще очень хорошо. Я даже здесь на кухне отключила батарею. Ну, прям тепло. Тепло дома. Вот. Ну, это, конечно, не может не радовать. А если было бы холодно, это было бы, конечно, ужас. Как сказать, это же вообще. При всем при том, у кого-то, знаете, дома очень холодно, у кого-то тепло. Ну, как-то я не знаю, как, почему так происходит. Либо там в подвалах что-то не дооткрывают, либо что. Я, в общем, не знаю. Вот. Ладно. Пойдемте, покажу вам, сколько градусов у нас. Кстати, еще, знаете, хотела купить хурму. У меня одна хурма у нас осталась. А хурму мы, можно так сказать, трескаем каждый день. Мы прям ее очень любим. Ну, кроме Вани. Вот. Не было там. Точнее, она была вот такая вот небольшая. Вот прям вот нисколько не вру. И она прям дубовая-дубовая. И 139 рублей, ну, это прям дороговато. Прям для такой хурмы. Была бы она хорошая. Вот. Вчера мы брали то ли по 79 или 89 в ярче. Янтарная. Ну, ничего, такая сладенькая, без косточек. Вот. Ой, ладно, не знаю. Может, Саша будет ехать домой и заедет, купит. Вот. Ладно. Пошлите смотреть температуру. Так. Ну, что. Время у нас шестой час уже. Так. Сейчас будем смотреть. Сейчас я. Вот так сделаю, наверное. Плохо видно. Так. В общем-то, включила свет. Вот. Так будет вам хорошо видеть. 23 или 24 градуса. Ну, я говорю, сам факт, что очень холодный ветер. И месяц у нас. И месяц у нас, гляньте. А небо ясное такое. Не то, чтобы оно ясное, а вот такой закат красный к морозу, в общем-то. Вот. Ну, вот как-то так у нас происходит. Ну, я вот так одетая. Прям, знаете, и кофту заправила. Ну, потому что, чтобы нигде ничего не поддувало. Ой, вот так. Такие у нас гила. Трохот. Прям. Да.